Музыка Перед тем как начать выпуск, во-первых, хочу поблагодарить За ваши донаты, за ваши лайки, которые вы не забываете ставить И снова напомнить, что вышел в свет первый том моей книги «Записки странствующего армянина» Книга о моих панормянских странствиях в прошлом выпуске А более подробно о ней рассказал, об этой книге О моих приключениях, встречах, армянских колониях, средневековья и современности Уверен, вы останетесь довольны и с нетерпением будете ждать второго тома Я думаю, вам обязательно нужно заказать эту книгу для вас Чтобы оставить вашим потомкам Потому что в этой книге, это только в первом томе Собраны алмазы, жемчуга армянской мысли, армянской нации по всему миру И самое важное, что здесь одна только фактура И я нахожусь непосредственно на месте этих событий О которых вам повествую То есть не просто, как это многие делают Из пальца чего-то там высасывают Нет, сплошная только фактура Это, я считаю, фундаментальный труд На котором я потерял даже здоровье Но тем не менее я это сделал Я выпустил первый том И сейчас работаю над вторым томом И будет еще третий тоже том Поэтому вы можете спокойно ее заказать Не только себе близким, но и вашим даже не армянским друзьям Потому что она будет им очень интересна Армянского тут с характером всего лишь 40% В остальном это и этнология, история, культурология, приключения, путешествия Которая интересна будет и вашим не армянским друзьям А заодно и они ознакомятся с армянским наследием всего мира На всех континентах Заказать книгу вы можете, перейдя по ссылке в описании Заполните купон и вместе с оплаченным чеком отправьте его далее И ждите свой заказ Если вы живете не в России, то напишите на электронный адрес Водарсобака.майл.ру Спросите, как вам получить книгу в своей стране И вам ответят Ваш экземпляр книги ждет вас Ну, итак, что ж Французский дох и турецкая шавка Затерявшаяся в Восточном Закавказье Говорят, дворняги или песики, не имеющие породы Обычно добрые, но не всегда Если им вовремя не сделать инъекцию против бешенства То они за себя не ручаются Такова уж природа и ничего тут не поделать Сначала могут гавкать, и гавкать даже годами, даже лет 30 А потом напасть из-под тяжка и даже загрызть Конечно, взрослый человек сможет себя защитить Постоять за себя, пусть даже с последствиями А от мелкой шавки так уж и вовсе, да? Проблема в другом Проблема в том, что она, шавка эта мелкая Только лает, а если нападает, то только со сборой других псов Более таких крупных, да простят меня собаки И псов лающая шавка дворняга выбирает покрупнее И со смыслом Ведь дворняги всегда отличались, если не умом, так сообразительностью К примеру, если перед ней армянский гампор, то шавка нападает с помощью кангала из Турции И лохматых сирийских дворняк А когда нужно напасть на французского дога, он же бордосский дог То шавка пытается подключить союзники арабскую породу слюги, арабского дога И так до тех пор, пока шавка не получит подсад и снова не начнет скулить лет 30 Ну что ж, это была программа в мире животных Или кенданакан ашхарум Или хейванлар аля минда Кому как нравится О господи Схватил себя за язык, что у них даже нет своих слов в отношении животных и мира И хейван, и алем арабского происхождения Ну да ладно, не всем же быть породистыми Надо кому-то посидеть на цепи во дворе за Кавказском Гавкать и двор сторожить Теперь про политику Как вы успели заметить, Азербайджан от Армении переключился на Францию С экранов авторитарного телевидения нисходит проклятие в адрес Франции Только потому, что та начала вооружать Армению Причем, замечу, вооружать в целях защиты, а не нападения На устах азероведущих и их экспертов Также проклятие в адрес других союзников Армении Ирана, Индии, Греции и Кипра Но Франции достается больше всего Кстати, я не знаю, заметили ли вы, что все перечисленные государства Имеют цивилизацию глубокую и древнюю По сути, это цивилизационные союзники-старички Помнящие Армению еще со времен царя Гороха Да что там со времен царя Гороха Я бы даже сказал пращура, пращура царя Гороха Чего не скажешь о союзниках Азербайджана В лице Турции или Пакистана Но сегодня о Франции Какие основные тезисы, которыми забрасывает Францию Азербайджан? Внимание! Исламофобия! А комитет по международным отношениям и парламентским связям Мили-Меджлиса Азербайджана пошел еще дальше Только чур не смеяться Он призвал правительство, комитет этот Вести санкции против Парижа Предложено приостановить все экономические отношения И признать независимость Канакии, Маохи-Нуи и Корсики Но сначала о санкциях Азербайджано-французские отношения начались в декабре 1993 года За два месяца до этого Гейдар Алиев стал президентом Азербайджана И чуть ли не сразу отправился крепить отношения с Францией Сам поехал С тех пор экономические отношения развивались во всех почти сферах А государственная нефтяная компания Азербайджана Саккар Ну, на бумаге, конечно, она государственная И компании Франции Тоталь и Эльф Акитен Подписали контракт Который предусматривал Совместную разработку Месторождений Ленхаран Денис И Талыш Денис Вот этому Тоталь и Акитен Азербайджанцы грозят санкциями Понятное дело, что это все на местную публику рассчитано Показать значимость Азербайджана Что страна, дескать, даже первым странам мира может объявить санкции Ведь в Азербайджане хавается все Они впрямь так думают, что Азербайджан кормит нефтью Францию Да что там Францию? Всю Европу И это при том, что Азербайджан даже в десятку крупнейших экспортеров нефти не входит Об этом в авторитарном ТВ вряд ли скажут Зато если Франция объявит Азербайджану санкции То уж точно мало не покажется Уж если Европа обошлась без такого мегагосударства, как Россия с ее недрами То чего и Азербайджан Доля горючего, которого составляет не более 10%, по-моему 8% Некоторые в Европе подсказывают даже ударить санкциями конкретно по Алиеву и его окружению Я тоже так считаю, что это было бы эффективнее В Азербайджане вообще все о деньгах Деньги, 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 все деньги А что еще, когда, ну скажем, нет с какой-либо страной глубинных связей Только о деньгах и приходится говорить И ими же шантажировать Вы только представьте на секунду, что в Азербайджане нефть закончилась Чем шантажировать? Разве что озерчаем Да и тот собирается на полях Краснодарского края Вспомним ту же Вторую мировую войну Все народы вспоминают своих героев 9 мая Армяне щеголяют своими генералами и маршалами Героями СССР Коих было в два раза больше, чем у азербайджанцев Азербайджанцы каждый год 9 мая одну и ту же шарманку заводят Дескать, Азербайджан поставлял нефть и благодаря этой нефти победили фашистов Заметили? А город Грозный, Чечня, Чеченская, Чеченгушская вернее тогда АССР Что, нефть не предоставляла, что ли? А Мангышлакская верфь в Казахстане, в Казахской ССР Можно подумать, что у Азербайджана был выбор И он мог не предоставлять эту самую нефть Азербайджан был всего лишь одной из 15 союзных республик СССР Я напомню, у кого память отшибла В составе СССР Азербайджанская ССР была Кто бы вас спрашивал, предоставлять вам нефть или не предоставлять? Так же и с Францией Никаких глубинных связей Я вам недавно сделал сюжет по литературе и показал, что армяне упоминаются даже в первом старейшем французском эпосе 9 века Баллада Орландии 9 век А в середине 18 века, еще до геноцида Задолго до геноцида На юге Франции работали уже армянские ученые И разводили Морену Одному из ученых, Жану Алтуняну Стоит там даже памятник во Франции В Провансе А сотни французских армян, воспевших Францию Шарль Азнавур, Мишель Легран, Анри Верней Франсис Вебер, Розмари, Рози Варт Анри Труайя, Патрик Фьюри, Сильви Вартан, Эдуард Баладюр И еще десятки-десятки армян Франции А вы кроме деньги, 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 больше ни к чему не приспособлены Нефть, деньги, нефть, деньги Никаких культурных ценностей в корнях, в прошлом Чем можно было хотя бы торговать, скажем так, в межкультурных отношениях Ведь нефть когда-нибудь кончится Теперь про исламофобию во Франции Вообще скажу я вам, чья бы корова мычала, но не Азербайджану говорить об исламофобии Прикидываясь страной с исламскими традициями Алиеву не мешало бы для начала одеть свою супругу в соответствующий исламу наряд А потом уже кричать Аллаху Акбар И вообще парадоксально, что будучи исламофобской страной В кавычках исламофобской Именно во Францию стремятся миллионы алжирцев, тунисцев, марокканцев, мавританцев и прочих А не в Азербайджан И почему-то исламофобская Франция обеспечивает кровом, пайком и деньгами иммигрантов из Афганистана, Сирии, Ирака А не Азербайджан их обеспечивает Почему-то исламофобская Франция выступила против заморозки помощи ЕС населению Палестины И именно на улицах французских городов с позволения жандармерии вышли тысячи людей в поддержку Палестины А исламский Азербайджан тем временем бесперебойно отправлял Израилю горючее Чтобы тот мочил палестинских мусульман Понятно, что Азербайджан долгу перед Израилем за оружие, выстрелившее в народ Арцаха Но тем не менее, где исламская солидарность тех, кто там за ислам беспокоится? Ах, шейтаненбери кепиолы Далее в исламофобской Франции по данным Ленон от 2015 года Две с половиной тысячи мечетей, это во Франции Сейчас наверняка больше Потому что это данные 2015 года И это в христианской стране При том, что в мусульманском, прости Аллах, Азербайджане Меньше мечетей, чем во Франции По данным сайта Азерамида, мечетей в стране 2250 Впрочем, армянам не привыкать к вранью и приукрашиванию Азербайджана Пусть теперь привыкает Франция, а следом за ней Греция и другие страны Европы Чтобы понимали, что собой представляет этот малыш по имени Азербайджан, крепко держащийся за турецкую руку Что касается Корсики, Канакии и Маохинуй, которые грозится признать Азербайджан независимыми А вы хоть спросили об этом корсиканцев, канакийцев и Маохинуйцев? Таитянцев, иначе говоря Они этого хотят У вас проблемы с образованием, милые мои Страшные проблемы Прям проколы Напомню, речь идет о Таити Французской Полинезии В котором сам То время еще Сам король Помаре V Подписал 29 июня 1877 года Договор с французами По которому верховенство над всем его государством переходило к французам На островах в те годы свирепствовал сифилис и куча всякой заразы С чем не могли справиться туземцы Король Помаре принял французский закон С тех пор они граждане Франции И их экономика куда выше, чем у соседних независимых островитян Вроде государств Фиджи, Самуа, Палау, Вануату, Тувалу и прочие Которые зарабатывают на чем могут Тувалу, например, зарабатывает на том, что отдает в аренду свой домен Точка Тиви Фиджи на почтовых марках А в Ануату и Науру Или Науру, как там правильно Так и вовсе признают Все, что можно признать за определенную круглую сумму Любое государство Любое историческое событие За небольшое вознаграждение И хоть жалы признают, кстати говоря А теперь ответьте Захотят ли французские граждане Французской Полинезии Отказаться от французского паспорта И стать банановыми островами Продавая домены и почтовые марки Разве только присоединиться к Азербайджану Взамен на французское гражданство И то, наверное, вряд ли В авторитаризм их точно уж не затащить Привыкли они к французской республике К французской демократии Ну и в конце буквально реплика от меня На то, что казахстанский президент В Баку поддержал Азербайджан В войне с армянами Это как мне мои азербайджанские зрители Написали А что тут сказать? Кто-то сомневался в этом? Вас только такие вот и могут поддержать От Ким Чен Ына до Орбана Ну и по пути все вот эти вот диктаторы Или новые диктаторы Пришедшие пока живы Прошлые диктаторы Поддержать их трон Уверен был бы жив Адольф Алоизович Шикольгрубер Он же Гитлер И этот бы поддержал Потому что диктатор всегда поддержит диктатора И не важно Начинающий это диктатор Или кончающий Как ваш